Другим темам. Лечить любой орган или ткань через кровеносные сосуды. В одной из новосибирских клиник осваивают новое оборудование, одними из первых в стране. Операции проводят в различных направлениях медицины, от кардиологии до урологии. Результаты уже впечатляют. Подробнее Елена Мирошниченко. Так выглядит ангиографическая установка нового поколения. К любому органу можно добраться через кровеносные сосуды, контролировать процесс с помощью рентгена. Наши вмешательства малотравматичны, при этом не требуют проведения общего обезболивания. То есть наркоза, усыпления пациента. То есть пациент в сознании каких-то раневых доступов не делается. Доступ всего лишь заключается в том, что пунктируется либо вена, либо артерия. А так как мы знаем, что артерии либо вены подходят ко всем органам и тканям организма, и, соответственно, мы можем подойти и к этому органу больному и полечить его. Технология пришла из кардиологии. Например, этой пациентке сейчас меняют кардиостимулятор. Оборудование умное и само контролирует состояние пациента. Мини-компьютер. Он следит за ритмом сердца. Если оно включается, он автоматически включается и дает разряд. И сердце работает. Кроме того, этот аппарат как навигатор покажет хирургу, как проникнуть в нужный сосуд. Такие установки уже есть в нескольких клиниках Новосибирска. Как правило, узкопрофильных. Здесь, в Дорожной больнице, ее применяют в разных разделах медицины. Например, в урологии. В первую очередь касается лечения доброкачественной гиперплазии предстоятельной железы. Или по-другому ее называют аденомом предстоятельной железы. Кровоток по артериям, которые питают предстоятельную железу, он прерывается с помощью эмболов, которые вводятся в сосудистое русло. Очень точно вводятся в сосудистое русло простатических артерий. Питание прекращается. И аденома после этого вмешательства просто сжимается, уменьшается в размерах. И симптоматика уменьшается или попросту полностью исчезает. Операции с такой технологией можно проводить и пациентам с тяжелыми заболеваниями, за которых раньше хирурги не брались из-за высокого риска. Теперь у пациентов сокращается срок реабилитации в разы, к примеру, от 7 дней до суток. Качество жизни – это сокращение пребывания пациента в стационаре, это сокращение пребывания на листе трудоспособности, и это профессиональное долголетие наших пациентов. Да и персонала нужно меньше. Аппарат закупили в июле этого года и уже провели порядка 50 операций. В планах внедрить эту технологию и в лечение онкобольных. К слову, эндоваскулярный способ, то есть через кровеносные сосуды, хорошо развит за рубежом. Россия пока отстает. Аппарат очень дорогой, операции, как правило, платные. Если дорожную больницу включат в государственную программу, лечение таким способом станет доступнее. Елена Мирошниченко, Алексей Баженов, Новости ОТС.